В этом году исполняется 100 лет с момента зарождения российского бокса. И произошло это именно в Петербурге, которому до сих пор удается сохранять лидерство в этом виде спорта среди всех городов России. Доброе утро! На Первом канале включение из Петербурга. Русский бокс только-только стал приходить в себя после тяжелого нокдауна. С развалом Союза он оказался на грани катастрофы. Прекратилось финансирование, уехали спортсмены, тренеры. Вячеслав Яковлев – неоднократный чемпион в прошлом, один из тех, кто по кусочкам собирает питерскую школу. Нам не хватает первого административного ресурса, который помогает проталкивать боксеров на уровне, начиная от губернатора. То есть регионы своих? Да, да, проталкивают. Каждый борется с любыми способами. И тем не менее у Петербурга снова есть свои чемпионы. Последний титул российского чемпионата принадлежит Дмитрию Биволу – яркому представителю питерской школы. Я как-то больше стараюсь над защитами. У меня больше этот момент, когда я выхожу, больше думаю о том, чтобы меньше пропустить ударов. А нокаутеры, мне кажется, они больше думают, как больше ударов попасть. То есть у меня в первую очередь защита. В советские времена всегда ленинградские боксеры отличались своей такой, ну, особой школой. Игровой манерой, умеющей и поиграть, и жестко ударить, и нокаутировать. Но, не так скажи, не было у нас безголовых драчинов. Кстати, Петербург – родина не только классического бокса в России, но и новой школы, так называемого бокса для белых воротничков. Совершенно уникальный формат, который сейчас активно развивается в мире. Этот формат рассчитан на людей, которые находятся в офисах сидят, для тех, кто большую часть времени проводит за столом. Как правило, эти люди не совсем дружат со спортом, а если дружат, то это фитнес. Но фитнес многим надоедает. В последнее время этот формат завоевает мир. Только здесь можно увидеть поединок между бизнесменом и чиновником, банкиром и клерком в боксерских перчатках. Здесь мы даем возможность людям заниматься после 30 боксом. Те, кто, допустим, раньше в юности не смогли по каким-то тем или иным причинам, может, пришли в сексу и их просто не сочли, что они способны в плане бокса. Сейчас они могут получить то, что они хотят. Можно воплотить свою мечту в жизнь и даже в ходе участвовать на каких-то соревнованиях, которые мы проводим. Много школ, много талантливых тренеров. Формула, решающая проблему российского бокса. С последними в Петербурге складывается пока хорошо. Здесь можно поучиться даже у такого именитого спортсмена, как Роман Кармазин. Единственного российского чемпиона, живущего в России. Несколько лет назад он показал всему боксерскому сообществу, чего стоит петербургская школа. «Отрывается от противника, то сокращается. Резкий удар по туловищу». Приятно, что когда я стал чемпионом, там, действительно, многие подошли, поздравили лично, там, Холи Фил, там, Дала Хоя, Монзли. Ну, то есть, вот, очень приятно. Нифига себе, я вот только стал чемпионом вчера, а сегодня меня уже все знают. Было даже такое, что меня на улице американцы узнавали. Вот это было здорово вообще. Представляете, я бы сказал, америки, американцы, а, бакси, кармазин, кармазин. В этом году путь к мировой славе может начать и молодой Дмитрий Бивол. В 2013-м пройдет сразу три крупных чемпионата среди любителей. Универсиада, чемпионат Европы и чемпионат мира. Хотя Всероссийская федерация бокса просит спортсмена выступить сразу на двух соревнованиях, Дмитрий заряжен на самое важное состязание – на Кубок мира. Дима поедет на чемпионат Европы, вот, в мае месяце. Это обязательный старт для него будет. Значит, просит, чтобы он боксировал на универсиаде. Но после чемпионата Европы мы посмотрим, что нужно ли будет, нужен ли будет этот старт. Пожелаем ему удачи.